В результате опрессовок были выявлены наиболее слабые места в тепловых сетях, которые требуют ремонта. Всего в городе было зафиксировано 9 прорывов в 11 и 12 микрорайонах, на проспекте Абул-Хайрхана и на улице Тикиби. Устранением повреждений рабочие «Трансэнерго» занялись сразу и уже сегодня вечером обещали подать горячую воду всем абонентам. Были обнаружены слабые места, в том числе в 11 микрорайоне в двух местах было. За вчерашний заводничный день работы там устранили, в данный момент заканчивают, до вечера дадим горячую воду в эти микрорайоны. Также были порывы по Абул-Хайрхану 63-корпус-1, по Тикиби. В данный момент по Абул-Хайрхану 63-корпус-1 производится устранение порывов. У нас остальные порывы в основном мы за эти 2-3 дня устранили. И по городу везде горячая вода есть, кроме 11 и 12, которая будет обеспечена до вечера сегодня. В «Трансэнерго» также говорят, что у жителей, у которых установлены приборы учета, начисления будут производиться по фактическому потреблению. Так что отсутствие горячей воды в любом случае отразится в показаниях. Как известно, итоги опрессовки также лягут в основу ремонтной программы на ближайшие 2-3 месяца. Уже сейчас специалисты говорят, что предстоит капитально отремонтировать почти 2,4 километра теплосетей. На эти цели будет затрачено более 500 миллионов тенге. По текущему ремонту 280 километров теплотрасс. По текущему ремонту, то есть ревизия, задвижек, замена вышедших из строя задвижек. Также котельные 23, котельных будем проводить текущего ремонта, насосные. Да и капитальным ремонтом 2,7 километра теплотрассы будем производить капитальный ремонт теплотрассы. В общем, в первую очередь коммунальное предприятие модернизирует самые изношенные участки. В том числе ремонтировать будут и в рамках инвест-программы. Сейчас на балансе Трансэнерго находится более 200 километров теплосетей. Около 60% из них в изношенном состоянии. Резация Киева, Алексей Уразов, программа «Факт». Продолжение следует... Продолжение следует...